Наказание за грехи К скверным последствиям грехов Относится и упомянутая в хадисе Самуры ибн Джундуба Пророк, мир ему и благословение Аллаха Часто спрашивал своих сподвижников Видел ли кто-нибудь из вас сон этой ночью? И увидевший сон, по воле Аллаха рассказывал ему свой сон И поистине как-то утром он сказал нам Я видел этой ночью во сне двух человек Которые пришли ко мне и подняли меня Они сказали мне, иди, и я пошел с ними И мы дошли до лежавшего человека У его головы стоял другой человек Державший в руке большой камень И разбивавший им голову лежащего И после того, как он наносил ему удар Камень откатывался в сторону А этот человек направлялся к камню, чтобы взять его И не успевал он вернуться к лежащему Как голова того срасталась, принимая свой прежний вид И он снова наносил ему удар Он сказал Я спросил их, причист Аллах, кто эти двое? Они же сказали, иди, иди Мы снова двинулись в путь И дошли до лежавшего на спине человека Рядом с ним стоял другой С железным крюком в руках Которым он раздирал ему щеку до самого затылка Ноздрю до самого затылка И глаз до самого затылка Потом он делал то же самое с другой стороны лица А тем временем разорванная сторона срасталась После чего он снова возвращался к ней и делал то же самое Я сказал, причист Аллах, кто эти двое? Они же сказали, иди, иди Мы снова двинулись в путь и дошли до подобия печи Из которого доносились шум и голоса Он сказал, и мы заглянули туда И увидели там обнаженных мужчин и женщин Снизу на них бросался огонь И когда это происходило, они начинали кричать Он сказал, я спросил, кто это? Он сказал, они же сказали, иди, иди Он сказал, мы снова двинулись в путь И дошли до реки, вода в которой была красной, словно кровь По ней плыл человек А на берегу реки стоял другой человек Перед которым было собрано много камней Когда плывущий проплывал какое-то расстояние И доплывал до человека с камнями Тот бросал камень прямо ему в рот И этот снова плыл и возвращался к стоящему на берегу И тот бросал камень прямо ему в рот Я спросил, кто это? Они же сказали, иди, иди И мы двинулись дальше И дошли до человека Вид которого был самым отвратительным из тех Которые только можно увидеть Перед ним горел огонь Который он поддерживал Он сказал, я спросил, кто это? Они же сказали, иди, иди И мы двинулись дальше И дошли до зеленого сада В котором были всевозможные весенние цветы В середине сада находился мужчина Такой высокий, что я едва видел его голову в небесах А вокруг него было больше детей Чем я когда-либо видел Он сказал, я спросил, кто это? И кто эти? Он сказал, они же сказали, иди, иди И мы двинулись дальше И дошли до огромного дерева Больше и прекраснее которого Мне не приходилось видеть Он сказал, они сказали мне Поднимись по нему И мы поднялись И увидели город Выстроенный из золотых и серебряных кирпичей Он сказал Мы подошли к воротам города И спросили разрешения войти И нам открыли И мы вошли туда Там мы встретили мужчин У которых одна половина была настолько красива Насколько только можно представить А вторая настолько отвратительна Насколько только можно представить Он сказал И эти двое сказали им Идите и бросьтесь в ту реку Он сказал А там была широкая река Вода в которой была белой Как чистое молоко И они пошли Бросились туда И вернулись к нам И это зло покинуло их Он сказал И эти двое сказали мне Это сады Эдема А это твое место Он сказал Я поднял взор И увидел дворец Подобный белому облаку Он сказал Они сказали мне Вот это твое место Он сказал Я сказал им Да дарует вам Аллах благодать Позвольте же мне войти туда Но они сказали Сейчас нет Но ты непременно войдешь туда И я сказал им Поистине этой ночью Я видел нечто удивительное Что это То что я видел Он сказал Они сказали Поистине мы сообщим тебе Что касается первого человека До которого ты дошел И которому разбивали голову камнем То это человек Который учил Коран Но отвергал следование ему И умышленно просыпал Обязательную молитву Что же до человека Которому как ты видел Разрывали щеку до затылка И ноздрю до затылка И глаз до затылка То это человек Который выходил из дома своего И произносил ложь Которая распространялась Во все стороны Что же до ногих Мужчин и женщин Которые в строении Похожим на печь То это Прелюбодеи и прелюбодейки А человек Которого ты застал Плывущим по реке И которому бросали в рот камень Это Пожиравший лихву Что же до человека Отвратительного видом Который находится у огня И поддерживает его То это Малик Страж Гиенны А высокий человек в саду Пророк Ибрахим Дети, которые вокруг него Это каждый ребенок Умерший В своем естественном состоянии Фитра А в версии Аль-Баркани Говорится Родился В своем естественном состоянии Кто-то из мусульман спросил О посланник Аллаха В раю и дети многобожников Умершие в своем Естественном состоянии Фитра Он ответил И дети многобожников Он продолжил Что же касается людей У которых одна половина Была прекрасной А другая Отвратительной То это люди У которых были И благие деяния И скверные И Аллах Простил их Привел Аль-Бухари Ослушание Причина зла К скверным последствиям Стоят в одном из Тавсиров Зло проявилось на суше И на море В виде засухи Очень редкого Выпадения дождей И множества болезней И пагуб А причиной тому Являются Людские грехи Так Всевышний Подвергают людей Наказанию За некоторое Из того Что они совершали В этом мире Дабы они Раскаялись Пред Всевышним Аллахом И отказались От совершения Грехов И тогда Их положение И справится И все дела Их Придут в порядок Тафсир Муэссер Муджахид Сказал Когда притеснитель Обретает власть То он Распространяет Несправедливость И нечестие И Аллах Из-за этого Удерживает дождь И гибнут Посевы И потомство Ведь Аллах Не любит Нечестие Сказав это Он прочитал Зло появляется На суше И на море По причине Того Что совершают Людские руки Затем Он сказал Клянусь Аллахом Это не ваше Море Подразумевается Всякое селение У текущей воды И Крема Сказал Зло появляется На суше И на море И я не говорю Что имеется В виду Это ваше Море Подразумевается Всякое селение У воды Катада Сказал Что касается Суши То подразумеваются Обитатели шатров А под морем Подразумеваются Жители деревень И побережья От табари Тафсир Аллах Называл морем И пресную воду Так он сказал Он тот Кто смешал Два моря Вида воды Одно Приятное Пресное А другое Соленое Горькое Сура Различения Аят Пятьдесят Третий А в мире Нет пресного Стоячего моря Есть Текущие Реки А соленое море Стоячие И в данном случае Селения Названы Именем Водоемов Возле которых Они находятся Аибен Зейд Сказал Злобаятия Зло Появляется На суше И на море Подразумеваются Грехи Он имел Ввиду Что грехи Причина Этого Появившегося Зла Если же Он имел Ввиду Что это Зло И есть Грехи То слова Чтобы они Указание На итог И обоснование Согласно Первой Версии Под злом Понимается Недостаток Чего-либо И страдания Которые Аллах Посылает На землю Когда его Рабы Ослушиваются Его И всякий Раз Как они Грешат К ним Приходит Наказание Как сказал Один из наших Праведных Предшественников Всякий Раз Когда вы Совершаете Грех Аллах Употребляет Власть Свою Наказывая Вас Однако Очевидно Аллах Знает Обо Всем Лучше Что Подразумеваются Грехи И их Следствия На Это Указывают Слова Всевышнего Чтобы Они Вкусили Часть Того Что Они Натворили Сура Румы Аят 41 Таково Наше Положение Поистине Он дал нам Вкусить Наказание Лишь За Малую Часть Наших Деяний А если Бы Он дал Нам Вкусить Наказание За Каждое Наше Деяние То На земле Не осталось Бы Ни Одного Живого Существа К Которые Использовались Для Орошения Это Из-за Скверного Влияния Ослушания На Воду Всевышний Аллах Сказал Мы Отправили К Самудянам Которые Были Многобожниками Их Брата Салиха Он Сказал О Мой Народ Поклоняйтесь Только Аллаху Ибо Нет У вас Другого Божества Кроме Него К Вам Пришло Ясное Знамение От Вашего Господа Это Верблюдица Знамение Для Вас Позвольте Ей Пастись На Земле Аллаха И Не Причиняйте Ей Зла А Не То Вас Постигнет Болезненное Наказание Помните О Том Как Он Сделал Вас Приемниками Адитов И Расселил Вас На Земле На Равнинах Которые Вы Воздвигаете Дворцы А В Горах Высекаете Жилище Помните О Милостях Аллаха И Не Творите На Земле Зла Распространя Нечестие Знатные Люди Из Его Народа Которые Превозносились Сказали Уверовавшим Из Числа Тех Кого Они Считали Слабыми Знаете Ли Вы Что Салях Послан Своим Господом Те Сказали Мы Веруем В То С Чем Он Послан Те Которые Превозносились Сказали А Мы Отказываемся Уверовать В То Во Что Уверовали Вы Они Убили Чудесную Верблюдицу Превознеслись Над Велениями Своего Господа И Сказали О Салях Не Зведи Же На Нас Наказание Которым Ты Угрожаешь Нам Если Ты Действительно Один Из Посланников Тогда Их Поразило Землетрясение И Они Оказались Повергнуты Ниц В Своих Домах Салях Отвернулся От Них И Сказал О Мой Народ Я Донес Искренне Желал Вам Добра Но Вы Не Любите Тех Кто Желает Вам Добра Сура Преграды Аяты 73 79 Ослушание Может Негативно Сказаться И На Плодах Уменьшить Урожай Или Навлечь На них Разные Бедствия Многие Из Этих Бедствий Всевышний Аллах Посылает Своим Рабам За Совершаемые Ими Грехи Пожилые Люди Живущие В пустыне Рассказывали Мне Что Раньше Плоды Которые Они Собирают Были Крупнее Чем Сейчас И Многие Пагубы Постигающие Их Вообще Не Были Известны Они Появились Недавно Что Ж Касается Влияние Грехов На Внешний Вид И Сложение Людей То Посланник Аллаха Да Благословит Его Аллах И Приветствует Сказал Когда Аллах Сотворил Адама Рост Его Составлял Шестьдесят Локтей И С тех Пор Уменьшались Размеры Человека Пока Не Достигли Сегодняшних Передали Аль-Бухари Муслим Однажды Всевышний Аллах Очистит Землю От Несправедливых Нечестивых И Вероломных Людей И Явит Раба Своего Из Числа Потомков Пророка Мир Ему И Благословение Аллаха Который Наполнит Землю Справедливостью После Того Как Она Наполнилась Притеснением И Мессия Поразит Иудеев И Христиан И Утвердит Религию С Которой Аллах Направил Своего Посланника Мир Ему И Благословение Аллаха В Достоверных Хадисах Говорится Что Всевышний Аллах В конце Времен Пошлет Справедливого Правителя Который Встанет Во главе Нашей Общины Будет Он Из Семейства Посланника Мир Ему И Благословение Аллаха Одним Из Потомков Фатемы Да Будет Доволен Ею Аллах И Имя Его И Имя Его Отца Будут Совпадать С Именем Посланника Мир Ему И Благословение Аллаха И Его Отца В Хадисах Он Написывается Как Человек С Широким Лбом И Орлиным Носом Он Наполнит Землю Справедливостью После Того Как Наполнилась Она Притеснением И Несправедливостью Например Посланник Аллаха Да Благословит Его Аллах И Приветствует Сказал Если Бы Осталось Миру Существовать Всего Один День Аллах Продлил Бо Этот День Чтобы Послать В Него Человека Из Моего Потомства Или Из Людей Дома Моего Имя Его Будет Совпадать С Моим Именем А Имя Его Отца Будет Совпадать С Именем Моего Отца Он Наполнит Землю Справедливостью После Того Как Наполнилась Она Притеснением И Несправедливостью Приведено В Сахих Аль Джами Ас Сакир И Посланник Аллаха Да Благословит Его Из Моего Потомства Это Человек С Широким Лбом И Орлиным Носом Он Наполнит Землю Справедливостью Подобно Тому Как До Этого Наполнилась Она Притеснением И Несправедливостью Править Он Будет Семь Лет Привел Абудаут Вот Тогда Земля Явит Благодать Свою И Снова Сделается Такой Какой Была Когда-то Так Что Один Гранат Будет Все они Смогут Укрыться В тени Его Кожуры И Гроздь Винограда Будет Размером Стюк Который Несет Верблюд На Своей Спине А Молодой Верблюдице Будет Хватать Очень Большому Количеству Людей А Все Потому Что Когда Земля Очистится От Людских Грехов Проявится Даруемая Всевышним Аллахом Благодать Которую Стирают Грехи И Неверие Посланник Аллаха Да Благословит Его Аллах И Приветствует Сказал А потом Земле Будет Сказано Принеси Плоды Свои И Дай Людям Вкусить Благодати Твоей А в Тот же День Целая Группа Людей Насытится Одним Гранатом И Сможет Укрыться В тени Его Кожуры Что То же Касается Молока То Оно Окажется Столь Благодатным Что Молока Надоиного От Одной Верблюдицы Будет Хватать Целой Группе Людей Молока Надоиного От Одной Коровы Будет Хватать Целому Племени А Молока Надоиного От Одной Овцы Будет Хватать Нескольким Семьям Передал Муслим Не Приходится Сомневаться В том Что Влияние Неспосылаемых Всевышним Аллахом Наказаний Продолжает Ощущаться На земле Они Стремятся Устранить Собою Соответствующие Грехи Которые В свою Очередь Являются Следствиями Преступлений За которые Аллах Покарал Древние Народы Эти Бедствия Постигающие Землю Последствия Этих Наказаний Подобно Тому Как эти Грехи Последствия Тех Преступлений Таким Образом Мудрость Аллаха И его Предопределение Вполне Согласуются Великие Наказания Постигают Людей За тяжкие Преступления А более Легкие За менее Серьезные Преступления Так Судил Всевышний Своим Рабам И в Промежуточном Мире Барзах И в Обители Воздаяния Задумайся Также О следствиях Того Что Шайтан Сопровождает Человека А также О мести Его И обители Когда Шайтан Сопровождает Человека И одолевает Его Его Жизнь Деяния Слова И удел Лишаются Благодати Покорность Ему Оказывает Влияние На землю И всякое Место В котором Подчиняются Шайтану Лишается Благодати Тоже Можно Сказать И о его Обители Это Адское Пламя В котором Нет Отдохновения Милости И благодати Сопровождает